Вячеслав Правдзинский, 32 года, дизайнер, замдиректора летнего сада в Ижевске. Входит в команду Удмуртия Александра Бричалова, автор проекта «Дизайн выходные». Играет в футбол, женат, растит сына. Кофе пьешь? Нет. Почему не пьешь? Ну, я как бы его как-то в принципе не очень любил всегда. Ну, как все пили раньше растворительный, растворимый в смысле. А потом у всех началась мания вот этого кофе в стаканчик и так далее. И как-то она меня не зацепила. А потом из-за того, что я все-таки чайный человек, если я пью кофе, у меня потом сердце как-то странно себя ведет. И, в общем, по-разному реагирую на кофе, поэтому стараюсь просто не пить его. У тебя очень интересная фамилия. Да. Родзинский. Да. В переводе с польского «Говорящая правда». «Говорящая правда». Ты поляк. Нет. По крови. Ну, там по крови мы там все. Знаешь, у меня бабушка наполовину еврейка, наполовину удунка. Нет, бурятка. Бурятка хотел сказать. Значит, потом папа, его дед, он из Польши. Ну, западной Украины. И дед считал себя наполовину поляком. Значит, а мама, она из Костромы. И там почти все у графины, ну, в местной мере. Поэтому столько всего намешано, что бесполезно копаться в крови. В общем. Да, но фамилия польская, да. Когда много мешаешь, всегда получается. Фамилия польская, да, это вот. Естественно, Кострома с Усанином. Как ты относишься к Сусанину? Ну, у нас это местный герой в Костроме. Он не местный герой, а российский герой. Ну, само собой, потому что у нас-то его почитают особо. Ну, как Снегурочку, так же, потому что ее Некрасов у нас там написал. Вот, поэтому это считается как бы наше достояние земли Костромской. Так как и Михаил Федорович у нас венчался на царство. Вся эта история, она как бы есть в многих и брендах, и истории местных всех заведений. Площадь, да, само собой. То есть, и поэтому для меня Сусанин, ну, во-первых, герой, человек, который отдал жизнь за царя, который не побоялся земных захватчиков, не предал и увел их в болото. Я сам ходил по этому болоту. Я где-то полгода работал в департаменте туризма у нас в Костроме, в областном. Поэтому ногами и сходил все, значит, эти... Очень интересно, это у вас такой туристический маршрут? Ну, само собой, это по болоту водят, конечно, да. По болоту, где Сусанин топил поляков, там есть маршрут, там есть Сусанин, который встречает гостей иностранных, да, значит, с бородой, в шапке, значит, и уводят их в болото. Там есть деревня, собственно говоря, Сусанина. Многие ее знают по картине «Грачи перетели». Вот это вот в этой деревне написано, да, да. Там прям есть бедовое место, с которого стоят эти березы, практически такие же, только старшие, не сильно стали. И какая-то одна из них упала, насколько я помню. И вот этот храм стоит до сих пор еще. Как ты проводишь выходные? Ох, ну, у меня выходные – это время, когда я, во-первых, стараюсь быть дома. И это суббота у меня традиционный папин день, то есть, ну, как бы я с детьми. Ну, и воскресенье тоже, в основном, это папин день второй, вот, когда я с детьми что-то делаю. А дизайн выходные? Дизайн выходные случаются в этом году довольно часто, они начали случаться. Обычно они случались до этого, там, раз-два в год, но сейчас это проект, да. То есть, мы уже в этом году три мероприятия провели, еще вроде как четвертая намечается в Ульяновске у нас в декабре. Для чего дизайн выходные? Ну, в общем, так как я довольно долго занимаюсь дизайном в разных форматах, у меня всегда волновала проблема развития дизайна в России. Вспомнил. И тогда как раз закрыли программу развития дизайна в России. Ее приняли, правительство подписало все, денег не выделили, она год была в режиме принятой программы, но без финансирования, и ее закрыли. И вот по случаю этого тогда открывалось тогда еще открытое правительство, проект такой. Я написал статью на тему развития дизайна для этого проекта, как эксперт для сайта. И вокруг этой статьи собралось некоторое сообщество дизайнеров, которые начали ее там в том или ином виде обсуждать, и мы решили, что, ну, как бы, глупо уже начинать просто обсуждать в интернете, и мы что-нибудь сделаем. И есть у меня товарищ Артем Гиллер, это дизайнер сайтов президента, правительства. Вот, и он, соответственно, предложил формат, то есть взять его друзей и выехать в какой-нибудь город. Они накануне так сделали в Курске, нет, в Руф, в Брянске. Вот, а так я родом с Кострома, я сказал, давайте ко мне в Кострому поедем. Вот, и мы сначала думали, что, ну, соберется там человек пять спикеров, человек пятьдесят там дизайнеров, потому что я думал, что я в Костроме знаю там всех дизайнеров, это пятьдесят человек. Вот, в итоге приехало 35 спикеров и 650 участников. И тогда мы поняли, что формат, который мы придумали, он востребован. А суть формата была в том, что мы отказались от коммерческих мероприятий, которых было тогда очень много, от коммерческого формата. То есть мы делали бесплатный вход, мы не платили ничего спикерам, и мы поставили два очень важных правила. Во-первых, говорить только правду, потому что мы собираемся как бы дизайнеры для дизайнеров. То есть там нету ивент-компании, которая что-то делает или... Какая может быть неправда в дизайне? Очень много неправды в дизайне. Ну, то есть никто не говорит, например, про неудавшиеся кейсы, ну, то есть про неудавшиеся проекты. Или почему они не удались, никто про это не рассказывает. Все же обычно выходят и рассказывают какую-то красоту и начинают продавать что-то. Вот мы там запустили новый сайт, или там новый проект, или новое приложение. Мы сразу сказали, что никакой рекламы, только правда. И, соответственно, мы каждый раз стараемся программу обновлять, ну, минимум на 70%. Это получается такой дизайн передвижничества. Ну, нас называли и дизайн-балаганом, и дизайн-табором. А мы это называем сейчас официально дизайн-миссией нашего сообщества. Ну, то есть это как бы ключевая цель, опять же, зачем мы едем в регионы. Это поднимать уровень дизайна в регионах. Потому что сами мы практически на 90% всех, кто приезжает из Москвы читать лекции в регион, это регионалы, которые ехали в Москву, чтобы там состояться и потом свои проекты развивать. И главное, что мы пропагандируем этим проектом, высокий уровень требования, само требование к себе. То есть весь тот плохой или хороший дизайн зависит только от людей, которые его делают. А есть критерии плохого или хорошего дизайна? Конечно, да. Ну, плохой дизайн тот, который не выполняет свою функцию. Дизайн – это вещь функциональная, это не искусство, это не творчество. То есть это не легло. Дизайн – это не творчество? Абсолютно. Нет, дизайн – это очень конкретное ремесло. Вот когда дизайн начинает становиться творчеством, это либо иллюстрация, вот тогда это как бы что-то схожее между дизайном и творчеством. Или какой-то, не знаю, там арт-объекты, если мы говорим про следовой дизайн в режиме творчества. Если мы говорим про дизайн в режиме графики, то это все-таки уже искусство изобразительное. И это совсем не про дизайн. То есть это может быть элементом дизайна, но тогда должна подчиняться функции дизайна. Дизайн все-таки это конструирование. Это ни в коем случае не вдохновение. Вдохновение там тоже нужно, чтобы сочленять несочленимое иногда. Но мы к этому относимся исключительно как к ремеслу. То есть это вещь абсолютно логическая. Ты несколько работ сделал с Путиным? Несколько. Несколько десятков сделал работ с Путиным. Почему Путин? Это осознанное или коммерческое? Да, конечно. Я всегда голосовал и за Путина, и на всех парламентских выборах голосую за Единую Россию. Ну так как это партия Путина. Просто потому, что в 90-х годах, я помню, я учил в старшей школе, у меня было желание быть частью чего-то большого, общего. И у меня вызывало дикую боль то, что я не могу гордиться своей страной. То есть я смотрю на Ельцина, смотрю на все, что происходит вокруг Ельцина. И я понимал, что мне стыдно за этого человека, мне стыдно за страну, которую управляет такой человек. Когда пришел Путин, ну это, в принципе, началось еще с первых премьеров, там, Кириенко, Степашин. Уже как-то я начал активно смотреть на политику, потому что я увидел наконец-то новые лица, которые начали говорить по-новому. И уже когда пришел Путин, я понял, что этот человек, ну, лидер страны, за которого я готов, там, ну, вписаться в любое движение, которое он, ну, как бы, инициирует. Чем тебя уговорил Бричалов работать в Ижевске? Какие-то волшебные слова сказал? Да нет, ну, во-первых, мы команда, и давно работаем вместе, ну, как-то уже третий, четвертый год уже получается. Нет, третий. И до этого мы довольно долго, работая в общественной палате, делали разные концепции. Так как, ну, общественная палата предлагает разные инициативы периодически, у нас там была, например, концепция по празднованию Дней города в свое время. То есть она возникла еще в, получается, в 15-м году. Мы ее долго пытались вывести на федеральный формат, как бы, ну, не было, по сути, у нее таких собранных заказчиков. И когда появилась Удмуртия на горизонте, и когда встал вопрос, как мы празднуем День России, Александр Викторович сказал, что вот есть конкретный пример, когда мы можем потренироваться с вот той концепцией, которую мы два года пытались на всероссийский формат вывести. Вот, поэтому он мне предложил заняться этой темой. Я, соответственно, с готовностью в эту историю включился, потому что появилась реальная возможность реализовать то, что было задумано. И, что самое важное, получить опыт того, как это реализовывается. Потому что главный наш, ну, мой внутренний вызов был вот в предыдущих двух годах жизни в рамках общественной палаты, в рамках работы в фонде Перспективы, это то, что не все те концепты, которые мы придумывали, можно было реализовать и получить обратную реакцию. Потому что для любого, ну, там, назовем это социального инженера или там социального технолога, когда человек придумывает проект мероприятия и не может его реализовать, он не понимает, насколько оно хорошее или классное. Потому что в концепциях, естественно, все красивое. Красивые картинки, вроде как все должно сложиться, склеиться. Но как это потом ляжет на среду, как люди отреагируют, вот это, на самом деле, рост для любого социального технолога и там инженера и так далее. Когда начнется обновление парка Кирова? Парка Кирова начнется обновление уже в мае, потому что у нас чемпионат мира по футболу. Там будет одна из фан-зон, чемпионат мира по футболу. И в планах он уже стоит, ну, то есть вот в июне там, по идее, что-то должно уже появиться. За какую команду болеете? Я играю как кинофутбол, но не люблю смотреть. Это то же самое же с театром. Я в свое время в детстве там в двух театральных студиях занимался, вплоть до там окончания университета, но при этом никогда не любил смотреть театр. Выбрал себе уже команду, за которую будешь играть женскую? Нет. Ну, я как бы не играю, я обычно играю за команды, собственно, из друзей. Вот, если здесь появится у нас, не знаю, где-то команда друзей. Ну, сейчас есть такая команда Торпедо, женская команда. Ну, я же за женскую команду не смогу, мне кажется, играть. Ну, я бы болел за нее. Ну, я с удовольствием буду болеть, да, если буду попадать на матч. Ну, сейчас такой блиц. Вопрос, который бы ты задал Путину? Путину? Это президент Российской Федерации. Ну, у меня почему-то ситуативно очень много возникает вопросов, периодически, когда я смотрю на нашу действительность, к Путину. Но если бы вот так вот в режиме «подготовься и задай», ну, не знаю, меня на самом деле очень беспокоит развитие молодежной политики. В России вот последние уже лет 10. Ее каждый раз рваность и отсутствие какой-то поступательности. Вот, мне кажется, про это бы я у него спросил. Потому что уже я в этой теме давно, ну, по сути, там, 2002 года активно работаю в молодежной политике. И, как бы, есть что спросить. В какие игры играешь со мной? Ты знаешь, я вот как-то никогда у меня не было желания, ну, смотри, никогда не играл в компьютерные игры. Почему-то вот никак у меня не клеятся с ними. То есть я максимум могу играть в них, ну, день. Вот еще я вспоминаю о студенчестве. В студенчестве у меня даже на телефоне нет ни на игры. И, там, единственные игры, которые есть, это, которые играют дети на моих, там, планшетах и, там, где-то еще. Поэтому так я в игры, да почти никакие. Жена у меня очень любит скрабл. Вот, периодически мы с ней скрабл играем. Ну, это слова, там, буквы поставляешь, считаешь очки. Какой ты сказочный герой? Я всегда, знаешь, играл отрицательных героев. Мне всегда было очень скучно играть, там, всяких принцев, там, и так далее. Поэтому я начал свою карьеру со средней головы дракона, потом я был лешим, потом я был волком, потом я был фашистским шпионом, значит, предателем. Там была 60 лет победы, по-моему, если не ошибаюсь, и вот мы ставили великотечный. Я играл, значит, фашиста, бабушка пришла на спектакль, сказала, что больше никогда жизни ходить не будет, потому что так она не рыдала и никогда не видела внука таким злым, как во время этого спектакля. В общем, я всегда играл отрицательных героев. Сколько гаджетов сейчас? Ну, три. Три. Телефонная, планшет и компьютер. Последняя книга, которую ты прочел, или какая? Вот я сейчас скачал, я редко успеваю читать, как читать. Сейчас дослушиваю 1984 Орелла и закачал новую книгу Пелевина. Надеюсь, она будет не такая отвратительная, как предыдущие две. С чего начинается родина? С мамы, конечно, с мамы. Где ты проведешь ближайшие выходные? Надеюсь, что дома, потому что до этого я был на день выходных в Новгороде, потом у жены был день рождения, я ее отвез в Копенгаген, и сейчас, надеюсь, уже наконец-то побуду дома с детьми. Спасибо за интересную беседу. Я думаю, что и Ижевск, и и Муртия тебя больше теперь узнают.